Участники беспорядков в Киеве продолжают обращаться за медицинской помощью. На данный момент сообщается о 103 пострадавших. Более 40 из них потребовалась срочная госпитализация. Напомним, минувшая ночь для украинской столицы выдалась неспокойной. Там происходили столкновения между радикально настроенными протестующими и бойцами спецподразделений. За событиями на Украине следит наш корреспондент Тимур Ермашев. В ходе ночных стычек между активистами Евромайдана и силами правопорядка в больницу обратилось более 100 человек. Большая часть пострадавших – сотрудники милиции. В воскресенье противники действующего президента Виктора Януковича снова напомнили о себе, собравшись на Майдане незалежности. Наиболее радикально настроенные сторонники Народного Веча, вооружившись железными прутами, выдвинулись по направлению к административным зданиям столицы, которые охранялись полицейскими кордонами. В милиционеров полетели камни, коктейли Молотова и дымовые шашки. Ситуацией тут же воспользовались лидеры украинской оппозиции. Председатель партии «Удар» Виталий Кличко заявил о начале досрочных президентских выборов. Известный боксер также обратился к военнослужащим с призывом перейти на сторону участников протеста. Также он потребовал немедленного вмешательства в конфликт президента Януковича. Виктор Янукович, уберите полицию и Беркут. Они провоцируют народ. Единственным верным решением этой ужасной ситуации являются досрочные президентские и парламентские выборы. Найдите в себе мужество. Не повторите судьбу Чаушеску и Каддафи. Напомним, массовые акции протеста на Украине не прекращаются с конца ноября прошлого года, когда власти страны заморозили соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Президент Янукович объяснил это ощутимым снижением товарооборота с основными партнерами – Россией и странами СНГ. Кроме Киева, демонстрации проходили и в других городах, однако они не были такими массовыми. Между тем, за Евромайданом следят и казахстанские эксперты. По мнению политолога Расула Жумалы, действующему главе государства, придется пойти на уступки. Мне кажется, рано или поздно официальные власти Киева будут дозревать до того, что считаться с мнением своих граждан. Все-таки миллион человек на площади – это очень весомый аргумент. Самый главный вопрос – какова будет цена этого компромисса и как долго придется тянуть этот канад с обеих сторон. Также известно, что на президента Януковича оказывается давление и со стороны международного сообщества. Посольство США на Украине призвало власти и протестующих прекратить беспорядки. В противном случае американские дипломаты говорят о готовности введения санкций. Аналогичного шага эксперты ожидают и от Кремля. Некоторые специалисты говорят об угрозе начала гражданской войны и даже разделения Украины на восточную и западную части. Тимур Ермашев, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.